МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Ваучейская. И вот о чём мы расскажем сегодня. Эх, дороги! В Ненецком округе продолжается реализация национального проекта. На какой стадии ведётся реконструкция транспортных артерий? В регионе стартует вакцинация оленей против подкожного овода. Сколько всего животных планируется обработать и в каких хозяйствах ждут ветеринарные бригады? На работу в национальном костюме. Жители Заполярья присоединились ко всероссийской акции «Свой среди своих». Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Сегодня появилась информация о том, что в отставку отправлен глава Андермы. Соответствующее решение депутатов поселкового совета опубликовано на сайте администрации муниципального образования. Принять инициативу губернатора Ненецкого округа об удалении в отставку главы муниципального образования посёлка Андерма Ненецкого округа Куликова Александра Ивановича и досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия, говорится в документе. Удаление в отставку главы муниципалитета произошло по основаниям, предусмотренным федеральным антикоррупционным законодательством, а также в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Временное исполнение полномочий главы возложено на депутата Андерминского постсовета Марину Даничеву. В Ненецком округе продолжается реализация дорожного нацпроекта. На сегодняшний день уже заключено 11 из 12 контрактов по объектам на выполнение в текущем году работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомню, в начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев дал регионам поручение в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов по объектам нацпроекта. На тот момент показатель контрактов заключенных в Заполярье составлял порядка 60%. Как пояснили в профильном региональном департаменте, основные сложности при исполнении задач нацпроекта состоят в транспортной удаленности Ненецкого округа. Работы, которые необходимо выполнять в соответствии с контрактом, не под силу местным подрядчикам. А из других регионов организации на торги просто не выходят, так как затраты на логистику и короткий период навигации могут грозить срывом сроков исполнения контракта и штрафными санкциями. Сейчас в рамках проекта на ряде объектов уже ведутся работы. В настоящее время в рамках безопасной и качественной дороги проекта, национального проекта городом заключен контракт на дорогу авиаторов. Мы сейчас видим, что приступили в этом году, будут выполнены тротуары и освещение поставлено. И на следующий год планируется выполнить асфальтирование. Но сейчас будет подготовка выполнена. Небольшие неудобства для граждан, конечно, есть. В плане, что сужение на этом участке пока идет до проезжей части. Но это временная мера. И там поставлены ограничения по скорости, ограничительные знаки. Пошли на это осознанно, чтобы не закрывать проезд. Также началась реконструкция автодороги Нарьинмар-Искателей, участка дороги Нарьинмар-Красная и дороги по улице Дружбы. Ведется строительство первого и третьего участка дороги Нарьинмар-Усинск. В регионе утвержден прожиточный минимум на второй квартал 2019 года. Его величина по сравнению с первым кварталом текущего года выросла на 208 рублей и составила 20 063 рубля. Как сообщили в профильном департаменте, рост связан с увеличением стоимости потребительской корзины почти на 200 рублей и расходов по обязательным платежам на 16 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составил 21 049 рублей. Для пенсионеров 16 416 рублей и 21 112 рублей для детей. Увеличение стоимости потребительской корзины связано с ростом цен на продукты питания, включенных в потребительскую корзину, которая используется при исчислении величины прожиточного минимума. Так, во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом отмечен рост средних цен по 21 позиции, из 42 используемых для определения уровня потребительских цен на продукты питания. В частности, рост цен отмечен на следующие товары. Пшено на 9%, крупа овсяная и перловая на 6%, картофель на 36%, капуста белокочанная свежая 57%, свекла 19%, морковь на 13%, лук репчатый на 23%. Величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения Ненецкого округа при разработке и реализации региональных социальных программ, а также для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим жителям. В Заполярье стартует прививочная кампания для оленей. Всего против подкожного овода планируется обработать 140 тысяч голов. Кампания стартует на острове Колгуев. Уже завтра в Бугрино будут праздновать День оленя. Вертолёт доставят в посёлок гостей и посылки, и после этого отправятся в расположение стойбища, чтобы доставить туда ветеринара станции по борьбе с болезнями животных. Как сообщается на официальном сайте окружной администрации, в остальных хозяйствах обработка стат от подкожного овода начнётся после 20 августа. Это связано с тем, что в третьей декаде августа в регионе заканчивается лёд оводов и наступает благоприятная пора для проведения обработки оленей. Препарат, который используют ветеринары, абсолютно безвреден для организма животного, но убивает личинки овода. Обработка северных оленей против подкожного овода будет проводиться во всех оленеводческих хозяйствах округа. По плану будет обработано 140 тысяч оленей, но ветеринары не исключают, что количество будет больше. Для примера, в прошлом году было обработано 152 тысячи голов, при плане в 140 тысяч. Глава региона Александр Цибульский встретился с представителями региональной общественной организации «Особое детство» в НАО. По итогам встречи глава региона дал ряд поручений профильным ведомствам о расширении мер поддержки семей, где воспитывают детей инвалидов. Среди них – возможность возмещения оплаты коммунальных услуг семьям, воспитывающим особых детей в размере 50% от общей стоимости. Тему продолжит Александр Литкова. Холодные помещения и протекающая крыша. В таких условиях в течение года работали активисты общественной организации «Особое детство» в НАО. Здание, в котором проходят занятия с детьми-инвалидами, принадлежит искательской администрации. Изначально в нем планировался только частичный ремонт. Сегодня небольшая загвоздка возникла о том, какой ремонт делать то ли капитальный, то ли косметический. По письму поселка-искателей возникает вопрос, что нужно делать капитальный ремонт. Хотя я по факту обращалась с письмом о косметическом ремонте. На сегодняшний день разнятся цены в плане косметический или капитальный ремонт. Поэтому решение в любом случае принимать две сметы. Это административный расчет, который мы сделали через администрацию поселка-искателей. После обсуждения было решено отказаться от косметического ремонта в пользу капитального. Мы тогда совместно с искательской администрацией посмотрим, мы готовы оказать финансовую помощь в качестве благотворительной части, но они бы в своей части тоже возьмут, понимая, что это их помещение. И все-таки, несмотря на холод в здании, этим летом общественники организовали лагерь для особых детей. Ребята в течение смены трудились, занимались спортом и творчеством. Желающих проводить время с пользой оказалось настолько много, что активисты особого детства решили открыть подобный лагерь и следующим летом. Вот такие организации, они выполняют прежде всего роль, объединяющую роль, когда всем миром мы можем помочь. И вот эта организация, она постоянно работает, дети каждый день приходят туда, они получают образование, да, свое там, там очень интересно с ними занимаются и физкультурой, и музыкальными инструментами. Поэтому дети ходят туда с удовольствием. Я там бывала несколько раз и сама убедилась в этом и видела, как дети с удовольствием туда ходят. В ходе встречи говорили и о необходимости организации в регионе дополнительной психологической помощи семьям с детьми-инвалидами. Когда я встречалась с мамами, да, вот этой организации, они мне сказали, что, например, папы, папа, они даже им как-то сложнее принять вот эту ситуацию, когда их ребенок рождается инвалидом. Поэтому я сейчас ставлю вопрос о том, чтобы, скажем, был психолог, который бы занимался именно вот таким, в том числе такой проблемой. Потому что принять инвалидность это тоже задача для родителей. По итогам встречи глава региона дал поручение разработать дополнительные меры поддержки семей с детьми, имеющими инвалидность. В частности, увеличить возраст детей-инвалидов, получающих компенсацию за непосещение детского сада по медицинским показаниям до 7 лет. В конце встречи Александр Цибульский поблагодарил Татьяну Вепреву за организацию такого важного для региона дела. Мне правда кажется, что вы сегодня без лести, говорю, одно из, наверное, самых активных объединений у нас в округе, который вот так активно начало свою работу. Вы долго не решались на этот шаг, но сейчас мне кажется, что, наверное, не жалеете о том, что вы начали этим заниматься. Мы еще раз вам, говорю, будем вас всячески поддерживать и помогать. Не стесняйтесь задавать нам вопросы, приходите, спрашивайте. Добавлю, региональная общественная организация «Особое детство» была образована в августе 2018 года. На сегодняшний день занятия посещают 76 детей с ограниченными возможностями здоровья. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Диалог на равных. Звезды проекта «Мама Раша» проведут встречу с молодежью Ненецкого округа. Мероприятие стартует 10 августа в 17.00 в Дворце культуры Арктика. Образовательный проект Федерального агентства по делам молодежи «Диалог на равных». В его рамках проводятся интерактивные встречи известных людей из мира шоу-бизнеса, культуры, спорта и политики с молодежью, студентами и старшеклассниками. В ходе встречи актер Кирилл Кяр и известный вайнер-блогер Люба Любятенко расскажут молодежи о своих впечатлениях от поездки на север, а также о роли выбора в развитии личности, в своем профессиональном становлении и как преодолеть трудности на пути к успеху. Подробности мероприятия можно узнать в Региональном центре молодежной политики и Военно-патриотического воспитания Ненецкого округа по телефону 451-51. Добавлю организаторы мероприятия Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа. В субботу 10 августа в Нарьинмаре стартует конкурс рисунков и видеороликов о любимом городе. Принять участие в нем может молодежь от 14 до 18 и от 19 до 30. Работы принимаются в любой технике исполнения форматом до размера А3. Конкурс рисунков проводится в трех номинациях. Нарьинмар вчера, сегодня, завтра. Символ города Мой яркий город. На конкурс видеороликов принимаются работы в любом жанре продолжительностью не более 90 секунд. Также проводится в трех номинациях. Один день из жизни города Энн, Ань, дарова, иди за мной, мой подарок городу. Заявки принимаются с 10 августа по 10 октября по адресу улицы имени Ленина, дом 12, кабинет 31, управление организационно-информационного обеспечения. Телефон для справок 434-63 и 420-69. Подведение итогов конкурса состоится 20 октября. Награждение победителей пройдет в рамках празднования юбилея Нарьинмара в первом квартале 2020 года. Сегодня жители региона с удивлением наблюдали на улицах представителей разных народностей в национальных костюмах. Вернуться в прошлое к нашим предкам помогла акция «Свой среди своих», которая стартовала в Международный день коренных народов мира. Организаторами мероприятия выступил этнокультурный центр Неницкого округа. О тех, кто провел этот день в необычной атмосфере, расскажет Любовь Пермякова. А вы русские? Вы русские. У вас тоже кокошник на голове? Да, да. Эту встречу на улице Смедовича можно назвать исторической. И еще бы, ведь на местном Арбате встретились представители сразу нескольких национальностей в традиционных костюмах, которым более ста лет. Вот как раз я хочу сказать, то, что теперь на мне костюм моей бабушки. Это тот костюм, который я запомнила с детства, совсем маленькой-маленькой была. Кокошник всегда одевался, потому что все дела хозяйские происходили на кухне, и чтобы волосики, как говорится, никуда не попадали, вот, и фарточек одевался. Вот такой кокошничек. Плоточек сверху одевали, ходили когда. Калошки. Обязательно это первое такое было, что вот именно носили калоши. Раз, скинул и пошел. Представительница русского народа Вера Семенова сегодня в акции участвует со своей внучкой Берутой, которая с детства прививала любовь к традициям. А Берута, а тебе нравится костюм русской красавицы? И почему? Мне нравится этот костюм, потому что вот я обычно, когда хожу в обычных платьях, например, на Новый год пошла, надела какое-то платье, мне в нем холодно, когда я иду по улице. А вот сегодня я наделась, у меня прям жарко, очень тепло, хорошо. Вот это мне именно нравится в русской одежде. Комижемка Александра Пономарева сегодня тоже в компании с внучкой Варварой. Когда Варенька родилась, ей еще не было годика, я уже ей шила костюм. У нее есть сарафан, есть сос, есть платочек, а вот этот платочек, который на голове, ей, получается, достался от прабабушки, от моей мамы. Вы уже успели походить по городу, по торговому центру, по магазину. Как люди реагируют? Вы знаете, мне так приятно, во-первых, с самого начала я хочу сказать, что когда я надела этот костюм с такой гордостью, что у меня такое было вдохновение, я как будто поднялась, у меня появились крылья. Вот понимаете, это действительно очень здорово и помогает. А потом, когда я пошла по улицам города с утра, люди, конечно, шли и улыбались. Не прошла мимо такой национальной красоты и жительница Германии Тамара Родина, в прошлом уроженка Наринмара, которая на родине не была более 30 лет. Сегодня, да, сегодня акция День коренных народов мира и увидели вот это вот, да. Почему мы в костюмах? Какое впечатление у вас произвели? Костюмы очень понравились. Город, город понравился. Для жителей это прекрасно. Вот вы знаете, не было ностальгии, в общем-то, и как бы была уверена, что никогда сюда не приеду, поскольку ничего нет, никого нет. И вот, а идем однажды по Италии, что ли? Я говорю, ну все одинаковое. Надо ехать на Ренмар, но это прошло года полтора. Однажды вот проснулась и сказала, я хочу на Ренмар. Вот вы ходите, вот какие чувства? Плакать хочется, радоваться хочется? Вы знаете, когда приемлялся самолет, я вообще думала, у меня сердце разорвется. Сегодня присоединились к акции представители разных профессий и возрастов. Среди них и сенатор Римма Галушина. Замечательная акция. Надевая национальный костюм, действительно, вспоминаешь свои национальные корни. Действительно, это пример для наших детей, что тоже немаловажно. У нас в семье тоже соблюдаются, ну, хранятся такие семейные национальные религии. У меня папа комик. К сожалению, дедушка погиб на войне в 43-м году. Бабушка тоже рано ушла из жизни. И папа, к сожалению, тоже рано ушел из жизни. Но вот его сестра, тетушка моя, она нам передала подвески и ленты с костюма, с бабушкиного костюма. Вот они у нас, конечно, хранятся. Хранит семейные традиции ведущий консультант по национальной политике и делам коренных малочисленных народов Севера Анатолий Талеев. Я решил поддержать акцию, потому что я люблю свой округ. Ты надел старинный пояс в своей семье, да? Я знаю, что элементы тоже старинные. Можешь рассказать о нем? Да, это пояс остался у меня на деда. Единственное, что я его переделал под себя, но все элементы, они оригинальные. Единственное, что он немножко отреставрированный. Вот есть тут такие даже разные штуки, как нож. Не буду показывать лезвие, потому что он не очень... А так он искусно вырезан моими предками. Всего участниками мероприятия свой среди своих стали более 60 жителей региона. И это, по словам организатора факции, почти вдвое больше, чем в прошлом году. На самом-то деле у нас задачи очень простые. Научиться жить в этих костюмах традиционных. Это значит отчасти вернуться в традицию. И вот попробовать поощущать себя, потому что ты в сарафане или в косоворотке совершенно по-другому двигаешься. А особенно, если это твой родной костюм, то это ощущения вдвойне особенные, когда тебя с этой вещью что-то связывает. Поэтому вот наша задача, чтобы люди возвращались к своим корням. Напомню, акция призвана подчеркнуть своеобразие национальных культур разных народов, важность сохранения традиций, красоту и уникальность народного костюма. Любовь Пермякова, Владислав Ткачев, телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова